Казахстан претендовал на проведение Белой Олимпиады уже в третий раз. В числе конкурентов Алматы всегда были настоящие тяжеловесы. В разные годы победа доставалась Норвегии, России, и вот теперь зимние игры принимает Китай. О том, насколько сложно был путь к финалу и почему главная не победа, а участие, расскажет Артем Истомин. К заявке на проведение зимней Олимпиады 2022 Казахстан подошел основательно. Тем более, что четыре года назад у нас уже был опыт проведения масштабных спортивных состязаний Азиады. В числе преимуществ Алматы назвали готовность объектов почти на 70%, компактность и климат. Ведь наш южный мегаполис по количеству натурального снега намного опережает Пекин. Мировой спортивный мир, конечно же, воспринял нашу страну как полноправного участника этого спортивного процесса, этого спортивного действия под названием Олимпиада. Ну и, соответственно, как бы признал то, что наши спортивные объекты соответствуют мировому уровню. Спортивные объекты, как существующие, так и будущие, комиссию МОК впечатлили. Однако состязаться с Китаем, у которого уже был опыт проведения двух Олимпиад летних и юношеских, конечно, было очень сложно. Соперники шли практически бок о бок, но в победу Алматы казахстанцы верили до последнего. Ну мы, конечно, очень переживали и болели. Жалко, что не взяли, но ничего еще в будущем сколько Олимпиад будет. По-любому возьмем! Уверен, что Алмата только показала свои зубы и рано или поздно выйдет на финишную прямую. И мы обязательно добьемся, чтобы у нас прошел крупный международный спортивный форум. Олимпиада 2022-го досталась Пекину, но зато уже через два года Алматы будет принимать Всемирную зимнюю универсиаду. Так что о Казахстане и достижениях наших спортсменов мир еще обязательно узнает. Мы должны доказать и показать, что мы не зря претендовали на проведение зимних Олимпийских игр. Мы должны закончить все объекты спортивные. Мы должны инфраструктуру города Алматы сделать краше, красивее, чтобы наши жители получали просто удовольствие от того и гордились нашим городом. Гонка за право проведения главных зимних соревнований четырехлетия – это, конечно, бесценный опыт. И именно здесь, как никогда, актуален ключевой олимпийский лозунг, что главное – это не победа, а участие. Артем Истомин, Гульнара Умарбекова, Каната Бильдин, Хабар.